Всем привет, это самые интересные новости мира IT, MobNews от Mobiver. Сегодня в выпуске. Подробности о флагмане HTC U12+, Xiaomi Redmi Note 5 для Китая и Huawei P20 Lite для Европы. Погнали! HTC не сдается. И вот в сети появились изображения с характеристиками будущего флагмана. Новинка получит название U12+. В плане технических характеристик мы увидим в смартфоне 6-дюймовый экран с разрешением Full HD+. U12 Plus получит топовый 845 Snapdragon. В смартфоне будет использоваться 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ постоянной. Также будут поддерживаться карты памяти microSD. Фронтальная камера новинки будет двойная с разрешением 8 плюс 8 мп. Основная камера будет также двойная с модулями на 16 и 12 мп. Под камерой будет размещен сканер отпечатков пальцев. А за автономность отвечает батарея на 3420 мАч. Работает новинка будет под управлением Android Oreo с фирменной оболочкой и обновленной технологией нажатия на грани Edge Sense. Анонс новинки сместили на май. Про цену пока ничего не известно. На днях в Китае прошла презентация Xiaomi, на которой показали Redmi Note 5. И по сути это все тот же Redmi Note 5 Pro для индийского рынка. У новинки 5,99-дюймовый экран с разрешением Full HD+. И соотношением сторон 18 на 9. Работает новинка на 8-ядерном процессоре Snapdragon 636. Также будет доступно несколько вариантов памяти смартфона с 3, 4 или 6 гигабайтами оперативной памяти и 32 или 64 постоянной. Батарея новинки на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Акцент в смартфоне будет сделан на камеру. Основная камера получит два модуля. На 12 мп с апертурой f1.9 и на 5 мп с функциями искусственного интеллекта. Второй модуль в камере нужен для определения глубины и резкости картинки. Также в камере есть двойная автофокусировка, HDR и электронная стабилизация. Фронтальная камера смартфона на 13 мп. Также в смартфоне есть функция Face Unlock. Минимальной конфигурации на 3,32 гигабайта за смартфон попросят около 173 долларов. А за топовые 6,64 около 268. Предполагалось, что 20 марта Huawei представит семейство смартфонов P20, в том числе и его Lite-версию. Но немного ранее на официальном сайте Huawei в Польше появились технические характеристики и фото Huawei P20 Lite. А в Чехии прошла небольшая презентация новинки. Итак, что мы имеем? Как и предполагалось, Huawei P20 Lite получит широкоформатный дисплей с соотношением сторон 19 на 9 и диагональю в 5,84 дюйма. С разрешением 2280 на 1080 точек и монобровью, как у iPhone X. Спереди смартфон закрывает защитное 2,5D стекло. Huawei P20 Lite выпускается в розовом, черном и синим цветах. Работает новинка на 8-ядерном процессоре Kirin 659 с графикой Mali-T830 MP2. Оперативной памяти в смартфоне 4 ГБ, постоянной 64. Также поддерживается карта памяти microSD. Из беспроводных подключений смартфон может похвастаться 4G Voice LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GLONASS и NFC. Кроме того, смартфон получил порт USB Type-C, 3,5-миллиметровый мини-джек и сканер отпечатков пальцев, который размещен на задней панели. Батарея новинки на 3000 мАч. Основная камера сдвоенная, с модулями на 16 и 2 мП. Фронтальная камера получила модуль на 16 мП с функцией распознавания лица Face Unlock. Работает новинка под управлением Android Oreo с фирменной оболочкой Huawei P20 Lite. Продажа новинка с конца марта, по цене в 369 евро. И на этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а ваши репосты в социальные сети очень здорово помогают в продвижении канала. Всем спасибо, бобра и хорошего настроения. Пока!